Другим темам. Кокчетауского школьника пригласили в семь ведущих университетов мира. В свои двери для него готовы открыть престижные вузы Канады, США и Гонконга. Такой большой выбор не удивил учителей школьника. Упускников этого учебного заведения ежегодно приглашают в зарубежные вузы. Подробнее расскажет Амина Манаева. Интерес к биологии у Амира Манапа появился еще в раннем детстве. Он с удовольствием наблюдал за насекомыми и растениями, поэтому давно определился со специальностью «Хочет стать биотехнологом». Я захотел подметить университет Торонто, которая является 56-м в мире, если не ошибаюсь. Он предоставил кучу условий для меня. То есть есть специальные лаборатории, где я могу развиваться. То есть по моей специальности я хочу закончить там обучение. И уже потом с данным бокажом, опытом вернуться сюда и уже налаживать здесь, как бы сказать, эту отрасль. Недавно Амир получил приглашение Назарбаев университета. Ранее ему предложили гранты семь престижных вузов Канады, США и Гонконга. Его одноклассник Бекижан тоже подумывает поехать за границу. Три зарубежных университета готовы предоставить гранты. По трём университетам я выбрал направление по IT-сфере, то есть программирование. В Америке получил скидку 50%. То есть все эти проценты это только на обучение покрывается. А остальное вот проживание, еда, всё это я сам из своего кармана плачу. Поступление в зарубежные вузы, как правило, занимает много времени и может проходить в несколько этапов. Несмотря на это, ежегодно всё больше казахстанских школьников получают возможность бесплатно учиться за границей. Зарубежные университеты принимают документы примерно до октября, пока 11-классники ещё учатся. К этому времени ученик должен иметь на руках все нужные документы. Обычно многие школьники и их родители не знают об этом и не успевают подготовиться. Но в нашем лицее мы всё делаем заранее. В этом году в лицее 37 выпускников. 13 из них уже получили предложения от зарубежных вузов. По словам педагогов, большинство их учеников, обучившихся за рубежом, возвращаются на родину. Амина Манаева, Акмолинская область, Первый канал Евразия.